И вот Евгений Маршниченко, к примеру, не курит ничего, запомните. Ну, правда, он это компенсирует тем, что он пьет каждый день, да. Вот оно просто у тебя болтается, как какие-то сосульки-писульки, далеко не Кристалл в руках держится, а если не Кристалл, то, ну, я такое не люблю, я такое не уважаю, я такое не пропагандирую, я пропагандирую Кристалл. Надо исправлять, а то дядя Женя накажет. Вот. Не знаю, носки тоже какие-то плохие, честно говоря, плохие у тебя носки. Вот это вот, я в виде бручную. Зачем тебе лишние дыры? Правда. Ребят, всем привет, и это тот самый новогодний выпуск, где я буду оценивать ваши луки. Луки моих зрителей, моих подписчиков, которых я сейчас, кстати, поздравлю с Новым Годом. Все у нас всегда без сценария, поэтому давайте так, да, сегодня у нас домашняя обстановка. Конечно, все не украшено, потому что кто знает, Женя это человек, который не убирается, не готовит. Ну, он только зарабатывает себе на шмотке, об этом, кстати, много поговорим, поэтому у меня даже нет зажигалки. Дай бог вот эта спичка, она справится с этим. Поэтому, ребят, давайте с Новым Годом, чтобы у всех все было охрененно. Желаю каждому найти себя, а когда найдете, принять себя и просто работать, работать над собой и над своим продвижением, потому что тогда все у вас будет, и все у вас будет огонь. И вообще, спасибо вам, потому что все, что имею я, ну, вы к этому реально причастны. Серьезно. Это так. Ну, вот и с Новым Годом, в общем-то. Ммм, как дымом вкусно пахнет, правда, надеюсь. Хотя, вряд ли вы это чувствуете, поэтому давайте теперь поговорим немного о другом. Да, выпуск у нас новогодний, домашний, поэтому я могу с вами говорить обо всем, в принципе, как всегда. Перед оценкой луков, действительно, хочу вам сказать большое спасибо. За то, что вы были со мной, вас уже больше 20 тысяч, и я это очень сильно оценю. Я сегодня, сегодня 31 число, к слову, ну, вы это тут не увидите. 31 число сегодня, и уже 4.30. Мои подготовки к Новому Году по-иному всегда выглядят, я, ну, я сейчас по-иному выглядят. Вот, и поэтому я могу себе позволить сейчас заснять видео, потом, пока там девочка будет краситься, я видео это смонтирую, поставлю на загрузку, но я сегодня смотрел, ну, прогресс моего блога, и действительно, он колоссальный. Колоссальный даже не то, что блога, наверное, меня как человека, потому что я вижу то, что когда вы находите себя и начинаете двигаться в этом направлении, то все у вас в будущем получается. Я поэтому вам это и пожелал, потому что в начале 2018-го даже года, когда я смотрел, да, вот, весь свой контент, я радовался кроссовкам, там, коллаба Adidas Rav Simon за 20 тысяч рублей, а сейчас я, блин, сижу в футболке Balenciaga за 30, и на мне трико Stone Island за 17. И просто это вот такие вещи, которые для меня имели какое-то значение, и они теперь у меня есть, да, как для фэшн-блогера, как для человека, который хочет быть каким-то неким фэшн-инфлюенсером, ему это интересно, и давать какие-то знания вам, и вот именно вы плюс куча знаний, которые я потреблял, они дали свои плоды, это все отражается на блоге, и я действительно хочу, чтобы вот мой блог, он отражал, наверное, весь мой прогресс, и я даже когда делал в прошлом году какое-то типа новогоднее видео, я тогда говорил то, что он есть, имеется, у вас там было тогда около 5 тысяч, наверное, или 4, вот, сейчас уже больше 20. И это очень много, учитывая то, что у меня очень узкий вообще формат, очень узкая целевая аудитория и направленность, потому что я говорю не только, ну, не то, что даже про моду, в основном я теперь хочу относиться к люк-сегменту, потому что он мне интересен больше всего. Вот, поэтому действительно большое спасибо вам, даже не буду говорить про все, что было в этом году, потому что благодаря блогу и работе своей основной я очень много людей хороших нашел, встретил от очень многих плохих людей, я отказался, это, в принципе, каждый год происходит, но вы знаете, с какими звездными личностями я уже успел тоже встречаться, это все тоже во многом благодаря блогу и работе, это все очень тесно связано, чтобы вы понимали, поэтому большое спасибо всем вам, вот, и давайте, давайте начинать, начнем мы с того, что такое оценка луков, да кто не знает, тут не будет никаких десятибальных оценок, и вообще сегодня у нас не будет рандома, я дал девочке выбрать луки более-менее какие-то презентабельные, и она мне их заскринила, вот, поэтому она перебрала реально вот сотни-сотни-сотни вот этих вот ваших фотографий, ваших луков, у меня опять их прислали сотнями, и попадет сегодня много кто, я хочу, чтобы попал сюда много кто сегодня. Давайте, в общем-то, начинать, да, я просто оцениваю, даю какие-то свои рекомендации, советы, но в любом случае, да, вы должны понимать, это, это не произойдет к действию, потому что вы все молодцы, рано или поздно все доходят до какой-то, да, там, своей стадии, кайфуют, вот, но начать я хочу с парня Миши Бузанова, вот, zixbass или nabzi, какой у тебя инстаграм сейчас, я не знаю, короче, Миш, ты будешь такой небольшой подарок на Новый год, потому что Новосибирск, где я тебе говорил до... Ну, вообще, я шутил то, что я тебе купил билеты в Новосибирск, но так и быть, я думаю, я в скором времени это сделаю. Я тебе делаю такой подарок, оцениваю тебя первым, потому что Миша один из тех людей, с которым мы, наверное, в конце восемнадцатого года начали очень хорошо общаться, даже созваниваться, реально, ну, говорите, я начал рассказать какие-то личные вещи, вот, это все благодаря блогу, и я действительно с некоторым количеством своих подписчиков начинаю общаться, как с друзьями, потому что блог и такая узконаправленная специфика его мне позволяет, ну, не знаю, находить людей, которые стоят на одной волне, хотя вроде бы мы и на разных волнах, ну, понимаете, да? Вот, и поэтому такой вот лук у Миши получился очень крутой, мне очень нравится, тут мы, кстати, видим вот эти вот, Раф Симонс Калаби Адидас Респонс Трейл, за что большое тебе спасибо, вот, ну, и, как всегда, мы видим тут что-то отрекованное, вот эти вот, мне очень нравятся вот эти вот перчатки с обрезанными пальчиками, такие бомжатские, я помню, я брал такие вейсос года три назад и носил, и мне вообще в кайф был, особенно, когда они закатаются, они прям реально выглядят, как такой бомж-стайл, а я люблю весь бомж-стайл, наверное, как мне кажется, вот, хотя сейчас не скажешь, да, что это бомж-стайл, но кто видел там мои свитера Маржелла Марк Джейкобс, они понимают, насколько это все бомж-стиль, вот, вот, и очень круто выглядит, добавок, я люблю, когда люди вот скрывают все, оставляют только глаза, это выглядит притягательно, сексуально, вот, особенно, когда это делают парни, это выглядит реально очень круто, мне нравится, вот, поэтому мне здесь нравится все такое, бу, страшно, типа, вот, но выглядит реально круто, реально, Миш, это очень круто, мне нравится, я себе это в сохраненки, наверное, добавлю, хотя я их никогда не открываю, я не знаю, зачем туда что-то добавляю, и дальше, давайте, пока я не забыл, я хочу еще вот этого парня, он... ой, я хочу вот этого парня, нет, 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 я хочу добавить сюда этого парня, его зовут Платон, это этот, друг Миши, или приятель, я не знаю, в общем, как у вас там в тусовке все связывается, но есть какой-то там паблик, how much is your outfit, вот, даже название выучил, и там всякие, ну, прикольные классные ребята сидят, как мне Миша сказал и показал, вот, и вот Платон, он там, типа, такой крутой, мы с ним даже общались несколько раз, кстати, Платон, сколько тебе лет, мне интересно, ты такой очень молодо выглядишь, правда, на лицо, я не могу понять, то ли тебе 14, то ли 15, то ли, вообще, прикол тебе 20 лет, вот я опозорюсь в очередной раз, вот, поэтому, вот, мне очень нравится, ну, правда, да, вот, эти вот, правда, черные ногти у тебя вечные, я посмотрел несколько вот этих вот твоих луков, вот фитов, которые ты мне скидывал, и у тебя везде эти ногти черные, не знаю, наверное, это какой-то твой тип, а это стиль своеобразный, но это интересно, вот, а так, честно говоря, мне очень нравится здесь вот эти вот, то ли джинсы, то ли брюки обрезанные снизу, очень широкие, я потому что очень люблю такой стиль, и, ну, просто все выглядит очень красиво, лаконично, гармонично, вот, и сюда даже вот реально эти черные ногти вписываются, мне кажется, это какая-то твоя чисто стилистика, очень прикольно выглядит, и вот это вот худи, это худи вроде чемпион, вроде бы это чемпион, но, слушай, так красиво сидит, такое свободное, классное, потому что я помню, есть знакомый у меня один, который покупал худи чемпион, ну, и они все так в облипочку сидят, так убого капюшончик находится, и я прям вообще не понимал, то есть в чем их фишка, а у тебя очень красивый, мне очень нравится цвет, такой вот промахать и болотный, безумно красивый цвет, классный, вот, а теперь мы пойдем еще по другим ребятам, которых мне уже наскренила девочка, моя подруга, вот, которой я доверил, это ответственное задание, и я поэтому для меня не знаю, что мне сейчас попадется, вот, но давайте в любом случае посмотрим, это раз и два, я понял то, что тут не все луки ваши, вы хотели меня одурить, одурили мою подругу, но, окей, я их оценю, но кто узнает, какие луки тут чужие, тот будет молодец, поэтому, если что, пишите это в комментариях, окей, так, я открываю вот этот первый лук, ну-ка, что я тут вижу, я вижу то ли, это, это вот сразу что, это Баленсиага трек или нет, или мне кажется, вот, но, в общем-то, я тут уже вижу, да, вот этот вот стиль Баленсиага, 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 мы с вами сейчас все уже на моде, все мы научились, да, зарабатывать деньги, это очень круто, я сам заметил, да, за последний год, как сильно, да, вот растут эти доходы, это очень классно, я вижу у тебя уже цепи эти сбоку, вот, ну, в общем-то, слушайте, если оценивать, просто моя подруга выбирала сразу все самое нормальное, то мне, в принципе, нравится тут все, я бы так спокойно куда-нибудь пошел, и этот стиль мне напоминает стиль одного моего приятеля хорошего, с которым мы работаем, Диму Комова, вот он бы, мне кажется, так оделся, потому что вот это вот так же, знаете, вот это укороченная шапочка, на которую уж и капюшончик надеваешь, который вот добавил в облипочку, потому что я, конечно, ну, конечно, если по вкусовщине, я, конечно, люблю, когда капюшон прям такой большой, расслабленный, который ты можешь так натянуть в стиле вэтмо, вот, не люблю такие вот прям в облипочку стандартные капюшонные у худи, и тем более, когда ты под них еще добавляешь шапку, мне это конкретно не нравится, но это имеет место быть, у меня есть знакомые, которые так одеваются, и это уже просто, наверное, твой стиль, вот, а так в темноте, честно говоря, тут ничего не разглядеть, но выглядит очень даже неплохо. Потом вот дальше, вот парень, молодец, кстати, девочка, которая все это скринила, потому что я этот, я это даже комментирую, типа, это красиво, потому что, да, это красивый лук, честно говоря, даже учитывая тот факт, что я люблю, когда пальто очень длинное, да, очень длинное, и широкие брюки, но это, опять же, моя вкусовщина, вот, но мне здесь нравится, честно говоря, вот то, что это все такой тотал-тотал блэк, и это все разбавляется этими офигенными фиолетовыми Раф Симонсами с Adidas. Я даже, когда вот совершал ту свою покупку, я сначала думал, я вот, может, вот эти Рафы возьму, но как-то я на белые пересмотрелся, перешел, вот, но вот эта вот коллекция Раф Симонс Adidas, где вот были вот эти белые и фиолетовые, это, блин, это был класс, потому что вот сейчас, было сейчас вот в этом фивосезоне, это прям, ну вот что-то, знаете, вот, ну, как-то меня не вставило, нужно думать еще насчет вот нового СС сезона, которые серебряные, нужно думать, да, но вот здесь мне, в принципе, все нравится, видно, видна какая-то твоя стилистика, твоя эстетика, и это круто, и даже вот эта вот маленькая цепочка, маленькая деталь, это очень интересно выглядит, то есть мне нравится, правда, мне нравится. Так, давай, следующий парень пишет, так, то, что есть луки и получше, но сегодня ему нужно было срочно бежать на работу, и времени не было, поэтому просто оценить вот этот лук. Окей, оцениваю, я вижу, и ты еще подписал, что это вроде бы все из секонд-хендов, но, слушай, честно говоря, очень, очень, я даже не знаю, как назвать, но видно, да, вот видно то, что это из секонд-хендов, потому что, когда я начинал только, ну, во всем этом крутиться, в моде, не в моде, бюджет реально имеет значение, да, кто бы что ни говорил, одеться стильно закопить, одеться то-то, то-то, я когда, не знаю, наверное, когда ты в моде крутишься уже сильно, я когда смотрю на все свои вот те луки из Зары и на сейчас, да, вот этот вот маленький логотипчик и его актуальность, ну, наверное, имеет значение, поэтому здесь все это, конечно, видно и читается, но, но, в принципе, я даже могу сказать то, что неплохо, мне нравится, как на тебе даже сидят эти джинсы, но так их уже не нужно подворачивать, честно говоря, я бы на твоем месте их просто обкромсал бы снизу и все, просто бы обрезал, мне не нравится твоя сумка Converse совершенно, то есть вообще, вообще не нравится, плюс этот очень-очень дешевит ее лакированный ремень, несмотря на то, что лак, лак и вот эта вся история в моде, но здесь это прямо дешевит образ, ну, и, в принципе, такую форму сумки я бы не стал брать, я бы просто взял какой-нибудь рюкзак и не парился бы, вот, мне нравятся вот эти вот фиолетовые Converse, честно говоря, но не лишние ли они здесь, вот в чем вопрос, понимаешь, и поэтому, ну, даже не знаю, я бы, наверное, просто обычные черные конвера бы надел, либо, если хочешь фиолетовые, то нужно как-то, как-то подумать, хотя, в принципе, фиолетовые нормально, нет, фиолетовые нормально, тут, наверное, все, что меня смущает, это джинсы, которые нужно было бы подобрезать, убрать бы еще вот эту сумку и было бы все гораздо лучше. Давайте смотреть дальше, вот у нас тут молодой какой-то парень, который тоже заворачивал себе джинсы, заворачивал себе просто все, и даже шапку она заворачивала себе, то, что у него она уши не прокрывает, но это так прикольно, это, знаете, такой молодежный стиль максимально, и максимально стандартный, потому что я вижу вот эти вот монархи, объемная из-за North Face, ну, короче, это шапка, ну, знаете, наверное, это просто приелось, наверное, это просто приелось, так хочет вся молодежь, но лучше пусть она ходит так, чем ходит откровенно плохо, потому что это выглядит хорошо, и здесь, опять же, я бы просто обрезал этот деним, и все, а так выглядит, знаете, классно, просто классно, типа, когда ты обычный молодой парень, тебе не нужно париться, ты хочешь удобства, комфорта, то, блин, ты одеваешься так, одеваешься белые монархи, которые тебе не будет жарко, не будет жалко, потому что ты их спокойно можешь убить, и тебе на их пофиг, ты просто их обуваешь и идешь в любую погоду, а светлая вот эта вот обувь, она очень эффектно выглядит в хреновую погоду, потому что я вот всегда, когда жесткий дождь, грязь, любил надевать белые свои монархи, ну, те, которые бело-черно-красные, вот, и ходил, кайфовал, потому что выглядит очень круто и эффектно, ну, и плюс их стоимость, она позволяет это все делать, и вообще заедаешь, и дальше у нас вот такой вот лук, такой вот из Украины, Киева, мне очень нравится, вот, честно, мне очень нравится, в принципе, хотя, знаешь, было бы, наверное, даже круче сделать его, ну, если сделать его прям таким актуальным, слово-то какое, да, уже нам приевшееся, увы, приевшееся, вот, если его сделать максимально актуальным, я бы подобрал бы сюда деним под низ, а не эти брюки, вот, да, деним бы под низ сюда, под цвет этой рубашки, и было бы вообще офигенно, какой-нибудь реально хороший деним, вот, потому что очень крутые форсы, которые прям добавляют сюда акцента, вот, но вот, кстати, насчет брюк, нужно брюк ваших любимых, да, нужно здесь реально подумать, потому что, что меня вот реально, знаешь, здесь смущает, как они на тебе сидят, когда ты стоишь, потому что, мне кажется, они тебя очень сильно обтягивают, и они, в принципе, очень-очень короткие, мне кажется, даже когда ты в них стоишь, поэтому вот здесь бы я построил бы, как они выглядят, когда ты стоишь, и у тебя на носке какая-то еще дополнительная черная линия есть, то есть, к чему она, зачем она, я бы тогда просто белые носки надел бы высокие, да, и все, почему бы и нет, вот, а так, в принципе, да, опять же, свои комментарии я дал, выглядит неплохо, выглядит хорошо, видно то, что ты на счет этого лука парился, что я вижу? Я вижу то, что я мало чего могу различить, честно говоря, с таким качеством, вот, но я вижу то, что очень плохой дним, в добавок еще и подвернутый, я вижу очень плохой худи, заправленный, я вижу плохую куртку, и я вижу более-менее удовлетворительные монархи, в общем-то, окей, Женя не будет в Новый год яростным, злым, да, он тут что, зря жег вот эту вот историю? Нет, учтите, Женя еще сегодня даже не пил, сегодня, ну, это как, несколько часов считается, да, за сегодня, вот, поэтому, реально хреново все, парень, слушай, реально хреново все, тут нужно исправить все, искать реально хорошее худи, ну, понимаешь, из говна мы не сделаем конфетку, ну, в любом случае, я понимаю, да, многие хотят, давайте возьмем все, что у нас есть, и мы это замиксуем, будет круто, да ни хрена это так на самом деле не работает, вещь должна быть качественной, вещь должна быть хорошей, она не должна быть дорогой, окей, никто не заставляет вас носить боленсягу, если вы не целитесь, как бы, блин, в такую супер какую-то хай-фэшн тусовку, да, без проблем, хотите просто выглядеть модно, стильно и современно, просто задумайтесь насчет качества ваших вещей, вот, просто здесь я вижу очень плохого качества худи, которая прям, ну, дерьмовая, с этими дерьмовыми ниточками, завязочками, ужасная, куртка плохая, джинсы плохие, и вот этот вот, вот, тут даже вот этот аксессуарчик не спасает, ну, правда, то есть, остаются одни монархи, которые, ну, я не знаю, это не вывозит, это просто не вывозит, это слишком банально, и так не надо, окей. Вот мы видим такого парня, стоит он зимой, и сейчас я объясню, да, как бы, в чем проблема, я ее сразу же вижу, вот вверх, вверх неплохо, вверх неплохо, да, если я ставлю, хотя вот эта вот история в виде притальная рубашечка, на которую мы еще наденем притальный свитерок, мне не нравится, она мне не нравится уже давно, потому что сейчас уже это не особо круто, сейчас бы больше объема показать, вот, но окей, это выглядит неплохо и классно, учитывая то, что ты добавил сюда вот этот вот замочек в стиле Луи Витон, да, может, это и есть Луи Витон, да, кто его знает, вот, но если мы смотрим на низ, то низ мне не нравится категорически, потому что что здесь происходит, это какие-то брюки, которые тебя обтянули очень сильно, и, как бы, я не могу понять, они то ли так сильно укорочены, то ли они так заправлены, вот в эти вот ботинки, да, милитари твои ботинки, понимаешь, в чем фишка, да, заправленности в милитаре ботинки, твои брюки не должны вот так вот идти по ноге, они должны у тебя вот в какую-то складку складываться, то есть это должна быть армейская история, если ты делаешь вот это вот заправление в военные ботинки, то это и должна быть отсылка на военный стиль, а там вот именно объемные хорошие штаны заправлялись в эти огромнейшие ботинки, то есть на последнем показе в АТМО мы тоже видели и читали вот этот вот момент, поэтому это круто, это можно делать, это нужно использовать, но, как бы, понимаешь, не с такими брючками, которые тебя утянули, и ты их заправил, так делать не надо, и, то есть вот этот карабинчик тут к чему, то есть вот сейчас объясню, да, вы подумайте, карабинчик это же прикольный аксессуар, но смотри, у тебя сверху маленький такой аксессуар, по сути он уже как этот карабинчик, и они дублируются, я не против даже сочетания золота с серебром, это сейчас круто, да, но тогда ты сделай здесь не карабинчик, а реально цепь хорошую, двойную, тройную, например, чтобы добавить тогда аксессуаров на низ, потому что у тебя как-то они не играют, понимаешь, просто не играют, и это видно, вот, поэтому такие комментарии, надеюсь, примешь их, да, к своему сведению, и все у тебя будет кайфово, потому что, да, я вижу, есть у тебя задатки, вот, правда хэштеги ты ставишь под своим фотографиям, ах, какие хуевые, ах, какие хуевые, вот эта вот фотка в лесу, убитые монархи, прикольно, да, но не могу ничего оценить, потому что, нет, могу оценить, вот этот вот лакост, какой-то невнятный, честно говоря, полосатый, типа, это, на тебе он, потому что там крокодильщик, ситуация знакома, у меня такое было по молодости, но я бы, не знаю, мне не нравится эта кофта, честно говоря, какая-то непонятная, невнятная, она тебя тоже обтянула, утянула, и под нее еще эта рубашечка, к чему она, потому что, ну, у тебя сильнее, вот эта вот кофта утягивается, когда сейчас бы посвободнее, покомфортнее бы, как бы все сделать, да, ну, и кто мерил боленцягу, не понимаю, да, какая сейчас, эска и эмка, изначально идет оберсайзен, поэтому я не понимаю, к чему это, я бы взял, даже если эту кофту, на размер больше, так бы ее заправил, убрал бы эту рубашку, сделал бы объема хорошего, сверху, раз снизу у тебя объема особого нет, и все, ну, ты опять же, обрезал бы деним, и что-то понавешил себе, вместо цепей, ну, то есть, вот оно просто у тебя болтается, как какие-то сосульки-писюльки, не знаю, к чему это, зачем это, для чего это, то есть, опять же, вот этот момент я бы на твоем месте подкорректировал, ну, и я бы не фотался на твоем месте, на настолько некачественную, как бы, технику на улице, типа, к чему это, к хорошему фотку ты не сделаешь, а детей может у тебя в будущем и не быть, поэтому ты об этом задумайся, честно говоря, а то у тебя на фотке реально, я вижу обрезанное лицо, но губы уже, из синего цвета, как, в принципе, вся кожа, как и руки, ну, реально, типа, так делать не надо, а про Аксис ТВ, парень у нас такой, сложно оценить, потому что не вижу низа, вот, но, зато я вижу то, что, в принципе, лук простой, понятный, но мне не нравится эта цепь, ты ее где взял, сам делал, или взял там, где брать не нужно, потому что, она огромная, она объемная, и вот такие цепи, это плохо, слишком объемная, ладно, на показе вэтмо может в такой, да, там пройтись, но она не будет особо продаваться, она не будет к аксессуару куда-то идти, но в жизни это реально выглядит, будто бы, вот тебя за нее нужно потянуть, знаешь, как волчису-бычицу свою, вот, ну, то есть, такие большие цепи, они сюда никуда, это, это в итоге не акцентирующая вещь, просто перебивающая весь твой лук, и так делать не нужно, поэтому цепь должна быть аккуратнее, пойми это и запомни, вот, а так все выглядит прикольно, хорошо, нормально, я, в принципе, так одеваюсь на какие-то обычные мероприятия, да, куда мне нужно срочно что-то надеть и побежать, так, видимо, следующий лук, и тут ты пишешь, а ничего страшного, если есть сигареты, слушайте, если у вас сигареты, и вас смотрит ваша мама, то, мать этого ребенка, следите за тем, чтобы он не курил, потому что курить это вредно и плохо, и вот Евгений Мершниченко, к примеру, не курит, ничего, запомните, ну, правда, он это компенсирует тем, что он пьет каждый день, да, но это уже издержки моей профессии, но мы про лук сейчас будем разговаривать, и, окей, на самом деле, опять же, оценивать тут мало что можно, потому что это минималистично, понятно, и все, как бы этот стиль, типа, типа, Acne Studios Дубленка, хотя я вижу, это не Acne, да, но, вот, слушай, что мне нравится, мне нравится, как на тебе выглядит цепь, на вот этом вот, на твоей шее, очень круто выглядит, честно говоря, на твоей вот этой вот водолазке, в принципе, все неплохо, слушай, так взял, пошел куда-то, класс, нормально, не претензиозно, отлично, молодец, смотрим дальше, вот у нас другой молодой парень, такой вот у него, ммм, хорошее худи у тебя, это же Calab Cam de Gasson Supreme, мне нравится, мне оно нравится, но вот это вот пальто, наверное, было бы круче, если бы оно было прямо подлиннее, и мне не нравятся брюки, брюки очень прям такие, какие-то тоже в облипочку, непонятно, короткие, ну, какой-то, знаешь, типа, стандартный лукбук Zara, basic для всех, вот, какой-то такой вот школьный стиль, вот это мне не нравится, поэтому, как бы, брюки поменять, подлиннее, чтобы они были, наверное, да, и, наверное, пошире, вот, потому что, я бы объема добавил, ну, я люблю объема добавлять, и, окей, смотрим дальше, у нас, что с вами дальше, а дальше, ой, боже мой, что ж ты мне наскринил это, Гриша Сава и Пивас, я обшел в 10 класс, что это за стиль, как бы, мне кажется, это какой-то прикол и шутка, потому что здесь плохо, честно говоря, все у обоих, вот, вот так вот, ну, реально, все очень плохо у обоих, и в плане алкоголя тоже плохо, потому что далеко не Crystal в руках держится, а если не Crystal, то, ну, я такое не люблю, я такое не уважаю, я такое не пропагандирую, я пропагандирую Crystal, и луки какие-то, я не знаю, позорные, что ли, ну, я бы так не пошел на улицу, зато мы выйдем в следующий лук, и тут уже такой, типа, стиль бронежилет, я вижу, да, вот этот вот тренд, мне заскриннили, я вижу тапочки, а тапочка какого бренда, кстати, интересно, похоже на какой-то Marcelo Bourlon, честно говоря, вот, но, очень прикольно выглядит, честно говоря, мне нравится, слушайте, мне нравится, мне здесь нравятся и брюки, и нравятся, вот этот вот твой бронежилет, и вот эта вот твоя кофта, и, блин, ну, короче, давайте коротко, мне нравится и все, поэтому дальше, о, вот этот вот лук мне нравится у этого парня, вот здесь идеально все, вот честно, здесь и брюки хорошо, и вот этот вот блейзер хорошо, и книжка к месту, да, хотя она не к луку, и вот украшения, украшения безумно красивые, мне очень нравится вот этот лук, с вот этой вот цепочкой, Надеюсь, все будут следить за мной в инстаграме Потому что те, кто видел мой корпоратив, знают Я готов на многое Кто видел, как у меня люксе было написано на паху Ставьте пальцы вверх Окей Короче, мне нравится и все Давайте вот мы так будем завершать такие моменты А то я засну А вот насчет этого лука вы подумайте Прислали мне его честно или нет Это мой подписчик или нет Вот про это я вам и говорил Потому что, слушайте, вот здесь мне просто нравится все Но ты ли это, дорогой мой друг Ты ли это Зачем вы не прислаете зачастую луки, на которых вообще не было Типа это, знаете, вообще будет забавно Когда я увижу, когда мне пришлют на оценку луков Просто мой лук, меня Ой, я так ноги отсидел Погодите Не могу ими двигать Зато сейчас зацените Ой, нет, вы не зацените Тут патч Стон Айленда Ох Досиделся в этой греко-римской Или какое, как это поз называется Я по позам, честно говоря, только тем Ладно, давайте дальше Вот у нас мальчик присылает нам такой вот лук В Раф Симонсах Которые меня смущают здесь, если честно Ну, даже Я покачту фотографии и вижу то, что Что-то тут нечисто Ну да ладно Это мы не будем сегодня разбирать Зато мы будем разбирать то, что мне не нравится Здесь вообще-то многое Ну, я вижу то, что ты типа начинаешь, да Но потенциал у этого лука есть Но он испорчен, видимо, хреновым качеством фотки И вообще я же лукью оцениваю Не вас, честно говоря Но вот мне не нравится прическа Я бы такую прическу поменял Потому что на самом деле Прическа очень много значит Вот, типа, мой стиль Это легкая небрежность Я там взял, накидал этого А, пудрой для волос я пользуюсь Кто спрашивает мне, да, про то, чем я пользуюсь Нужно снять отдельное видео Про мои любимые вещи в 2018 году Вот, и вот так вот, да Вот так вот Я поменяю прическу и будет уже лучше Потому что я вижу, у тебя тут цепи добавлены Такие-сякие, но мне не нравится Ну, мне просто не нравится, как на тебе сидит кофта И как на тебе сидят джинсы, которые еще подворочены Подворочены Да их бы подворовать надо, такие джинсы у тебя Да, чтобы ты их не нашел Вот, поэтому В этом проблемка есть, да И надо исправлять А то дядя Женя накажет Вот Такой вот его лук В худи от Маржеллы Я помню, оно на Йоксе продавалось Я его даже хотел купить Это какой ФВ? Я забыл, какой ФВ Но худи крутой На нем есть даже вот эта вот наша группа Алиса Российская рокерская Про это худи даже писали на многих порталах В виде там бюро 24 на 7 Ну, я думаю, вы поняли, да? Мне, в принципе, это нравится Но мне не нравятся брюки Брюки сидят ужасно Прям вообще отвратно По-моему, брюки, не знаю Какой-то Косметика из Московского перехода И там же Вот рядом соседний ларек с брюками был Поэтому мне не нравятся брюки Ой, еще мне не нравятся носки Я не знаю, как я это понял Но носки какие-то белые Вот здесь вообще Ни ксу, ни бор Я бы просто черные надел Плюс они у тебя так Свернулись как-то некрасиво Не знаю Носки тоже какие-то плохие Честно говоря Плохие у тебя носки Меняй носки Меняй брюки И все будет хорошо И я бы хотел что-то снять, честно говоря Твой Тоут Сумку тоут Потому что так вообще непонятно Что за сумка Вот Поэтому у меня брюки И у меня носки И будет круто Так, окей Дальше Дальше у нас вот такой вот мальчик Ого У тебя, блин Скулы как орех Все нечего у меня Вот, по-моему, ты реально удалял Какие-то комки биша Потому что у тебя прям это Какая-то щелчка тут Такая Появилась Ну, ладно Лук мне нужно оценить Я вижу, типа, вот там Баленсага Трипл С Да, вот этот вот Весь стиль Эти вот джинсы Да, на самом деле Неплохо Неплохо Хотя мне не нравится Укороченность верха Не знаю Я бы хотел пообъемнее Тогда я вот Вот прям пообъемнее И расстегнуть бы его Нахрен Знаешь, просто Расстегнуть бы Или если он застегнут Или нет Застегнуть бы его Не на пуговице А застегнуть бы его Поясной сумкой Но это будет очень женский лук Как девочки делают Но Мне бы тогда, наверное, больше нравилось Да так, нормально Нормально А что у тебя за в руках Это сумка или кепка какая-то кожаная Вот Мне понятно Вот Но вижу, ты куда-то бежишь Торопишься По прям переходу А, угума Точно Ты еще угума Я же скоро еще в Москве буду Нужно в угум зайти Но вообще, конечно, моя цель Это КМ-20 КМ-20 это то, что я люблю Окей Дальше мы смотрим И видим Вот мальчик Такой вот Мальчик молодой И хочет потанцевать Со мной Что это за кроссовки Это какие-то Раф Симонсы Про которые Это типа моих Раф Симонсов Но они какие-то не как мои Раф Симонсы По-моему, это странно выглядит По-моему, это не Раф Симонсы Вот реально Чего вы вечно покупаете Каких-нибудь паленых Раф Симонсов И пытаетесь Для чего вы это делаете Я вот просто не понимаю, ребят Да ладно, шутка Может это Раф Симонс настоящий Не знаю Вы такие фотки качества присылаете То, что Я не понимаю Этого Ну ладно Что мне здесь не нравится Слушай, это отличный лук Такой на самом деле Я даже вижу Ты пытался играть с эклектикой Но, слушай Эклектика не так работает Эклектика Это не когда ты берешь Батин стиль И туда добавляешь кроссов Ты оделся чисто, знаешь Как какой-то бизнес-партнер И Ну Даже не знаю, что сказать Ну так одеваются Вот мужики взрослые На какую-то встречу На Чтоб не опозориться Вот так вот Все понакидывать Это нормальная стадия Мне кажется Тоже у мальчиков Когда ты Думаешь Ну поиграться Со всеми стилями Я, кстати, раньше Тоже так одевался Помню рубашечка На нее пиджачок На нее еще пальто И ты такой идешь Думаешь Вау, какое классное На самом деле Ни хера Ни хера Тебе же не 40 лет Вот Поэтому Не знаю Но Если ты хотел поиграть с эклектикой То она не так работает Эклектика Это когда У тебя вот это все выглядит Как единый стиль А здесь кроссовки Они прям вообще Ни туда, ни сюда Потому что у тебя вот Настолько Баттин стайл То, что сюда бы Реально хорошие туфли В стиле Прада Да Добавить бы Вот Либо убирать бы Тут почти все нахрен И переделывать Ну это так Понимаешь, парень Вот И плюс Это что? Это такой чехол у тебя странный? Или Что за штука у тебя На лице дополнительная? Вот Но Если это у тебя чехол Раскладушка То Ну, знаете Вот эти вот чехлы Которые бжинг-бжинг То так дело тоже не нужно Это какие-то дедовские чехлы По-моему, такие уже никто Не носит Это Отстойные чехлы Ой Слушайте А вот здесь вот Глаз радуется Глаз радуется Потому что Мисс Бхэйф Я вижу Худи классные Кайфовые На тебе сидит Кайфовая Фотка хорошая Форсы стандартные Бручки в стиле Тамзара, наверное И вот Хоть они тут и подвернуты Но Мне нравится Вот здесь мне нравится Как это выглядит Мне нравятся Белые носочки Вот здесь мне белые носочки Ой, Каю Кто-то вспоминает Новый год же Наверное Все мне вспоминают Вспоминают Когда же выйдет это видео Уже Сижу Снимаю В общем Здесь мне нравятся Эти белые носочки Реально Кайфово выглядит Блин Прикольные Просто в одном лутке Мне же не понравились Белые носки А здесь мне понравились Белые носки Вот Ну и Мне нравятся Худи Очень сильно Вот Блин Все так минималистично Хорошо и классно Это круто Это круто Выглядит Это круто Я вообще поэтому Люксы пропагандирую И какой-то премиум сегмент Потому что там Вещи берешь И Можно сделать вообще Хороший лук на каждый день Вообще на еде А Мисс Бхэйф Это такой случай Прям такой хороший премиум Так Я вижу следующий лук В рафсимонсах Как у дяди Жени Вот Дядя Женя Вас приучил к этим рафам Они сейчас почти у каждого Теперь моего подписчика есть И здесь Мне Вот здесь мне нравится То что брюки на тебе свободны Они не обтянули ногу Хорошо Мне нравится на тебе Вот эта вот рубашка На водолазке И между которой крестик Очень красиво Очень стильно Берите на заметку Потому что Вот такие вот Офигенные луки Вы можете спокойно составить Не заходя В ЦУМ Московский И как бы кайфовать Да Просто составить Воносейли В Заре Чендеме Юникло Я не знаю больше магазинов Вот Поэтому мне нравится Мне реально очень нравится Кайфово выглядит Слушай Молодец Дядя Женя ставит 10 из 10 Слушай Дальше я вижу Мальчика такого Стоит С девочкой Натуралом Мне рады Ладно Эти мои шутки Нужно было так пошутить А на самом деле Слушай Офигенно выглядит Шутка Опять шучу На самом деле Выглядит все очень просто Вот Но мне нравится Что у тебя монархи Вот эти вот Как у меня Да Я это заметил Сразу же Я вижу на тебе цепочку Я вижу объемную Вот эту вот Куртку И если оценивать То все выглядит просто Хорошо Классно Ну типа Мне нравится на самом деле И все Мне этого достаточно Это такой хороший Железный лук Типа Это знаете Образ В стиле того Как должен одеваться парень Когда он не хочет Запариваться об одежде И просто хочет выглядеть Хорошо и стильно И все Типа Вот это тот самый пример Когда ты не хочешь Быть избитым За то что ты слишком модный Но ты хочешь быть модным Потому что в душе ты модный Вот так Итак Листаю дальше И тут я вижу То что По-моему Ну я не знаю Тут все плохо Как это мне могли заскринить Мне не нравится Эта куртка Неуместная Ни туда Ни сюда Неон это круто Но понимаешь На тебе куртка Она ну прям детский Какой-то неон И даже здесь Нужно просто научиться Разделять стиль Не стиль Посмотреть Видимо тебе все показы Которые были в этих сезонах И как там интегрируются неоны Какие вещи неоновые крутые Как бы вот эта куртка Она прям Выглядит будто бы Я ее взял в детском мире Честно говоря На своего сына Лет 14 И все То есть Ну и по качеству Она просто за километр От нее вот Разит Прям не знаю Сто рублями Самопроизводства Да Себестоимости Вот Поэтому если бы мы ее убрали Было бы лучше И мне нравятся брюки И вот эти вот монархи Здесь черные Как-то Как-то они здесь вообще Все так дешевят И не знаю Эта куртка Эти монархи Очень плохо выглядят Поэтому мне здесь все не нравится Вот Следующий лук Вот такой вот Оранжевая куртка Ой, как красиво Очень красиво Слушайте, смотрите Тут вот эта вот куртка Оранжевая Да Она на парне сидит Как болинсяговская Но я же вижу То, что она не болинсяговская Вот И это очень крутой пример Того, как выглядеть Круто Но все-таки бюджетно Хотя вот тут Поясная сумка Истпак Они тоже бюджетные Но выглядят Они очень круты У них классный логотипчик С этим вот красным И даже у Вэтмо Была коллаборация с Истпак Из-за чего Наверное Как бы Теперь они По-трендовее Хотя С Истпак Еще Раф Симмонс Делают постоянные Коллабы с Лешиваш То там их логотип Не используется Вот Очень красивые брюки Брюки Безумно красивые Очень красиво сидят И вот такие вот кедики Вот То есть Здесь не Датчус Решил парень добавить А кедиков И Почему бы нет Потому что Мне нравится Как вот этот вот Оранжевый Перекликается с этим Лазурным Голубым цветом Очень красиво Красивая игра цвета На такой вот Хороший Однотонный Блэк лук Добавит Таких два цвета И Комбинаторика Цветов Не нарушается сильно То есть Есть основное Правило Трех цветов И Здесь Они еще Отлично сочетаются Потому что Они Находятся далеко Друг от друга Одно на самом Внизу Другое Почти на самом Верху И поэтому Их сочетание Очень красиво Выглядит Потому что Оно бы могло Выглядеть Хуже Если бы Цвета были Близко расположены Вот Здесь очень Гравно Так Дальше У нас вот такой вот парень Сидит Лежит Какая-то футболка У него С сердечками И типа Что это должен Ценить Я не понимаю Я вижу то Что брюки Очень короткие Я понимаю То что ты хотел Показать свои носочки Найк Но Но мы сейчас Не в 2012 В 2013 году Когда мы Специально так фоткались И Да реально Была мода На носки Найка Адидас Я помню Была Вот эта вот Мода Купить Какие-нибудь Суперстары Либо Рошараны Надеть Вот эти вот Носки И вот так Вот с ними Пофотаться Да Да Мы с вами Родные Сегодня Новый год Вот эта вот Моя нога Вот Волосатая Вами любимая И Вот так вот В общем-то Мы фотались Тогда Я помню Это время Но сейчас Не то время Поэтому Это выглядит Все не круто И Брюки Брюки-то Хреновые Они очень короткие Как я понимаю Они тебя обтягивают И Тускло Тускло Вот А вот дальше Вот этот вот парень Вот Который мне сказал То, что колобасосы Крутые Да Нужно мне Потому что колобасосы Купить Ну все выглядит Так по-простому И Классно Мне нравится Как работает Неоновый зеленый С обычным зеленым цветом Это красиво И к этому Добавляются Эти трикошки Колобасовские Потому что Колобасовские Трикошки Это стиль Вообще трикошки Это стиль Мне Вообще В последнее время Нравится Этот вот Спорт-стиль На Парнях Вот Потому что Я наверное Подустал От постоянной Эклектики Жесткой эклектики Хочется Порой просто Одеть трикошки Объемную футболку Ну как я В принципе Сейчас хожу Обычно Дальше Вот такой вот парень Вот здесь Я вижу Старался парень Делал прям Максимально модный Лук У него получилось Объемная куртка Вот этот вот Джемпер В стиле Акне студиос Который вы тоже у меня видели У меня есть Но мне он больше нравится Когда честно говоря Растегивают Вот эту вот штуку И вот здесь Вот такое горло делают Я не люблю Когда его так Растегивают Но На тебе выглядит неплохо И Цепи я вижу Но сидят они здесь Нехорошо Фотканы удачные Длин Обрезные А вот что за обувь Не могу понять Честно говоря Вот Но Неплохо Как бы Слушай Нет Вообще хорошо И даже очки сюда Эти нормально Вкликаются Почему нет Вклиниваются Вкликаются Я люблю Придумать слова Слушайте А сколько уже записываю Это боже мой Так Давайте дальше Дальше Вот у нас парень Такой вот Это вроде бы Эдвард Да Это ты Я просто тут Не помню все штуки Но У тебя уже по стандарту Твой не баланс 990 Рубашечка Ну Слушайте Мне нравится Как Эдвард одевается Он кстати И делает мне цепи Блокчейн Крутые цепи Вот Сейчас я их не достану Они там у меня В коробочке Все Ну и на трикошке Их не повесить Вот И Очень классные Мне прям нравится Все что он делает И Обидно Обидно То что Плагиатится Блокчейн Это обидно Обидно То что люди Это Некоторые не понимают Но я надеюсь Всему свое время И Кому надо Тому Кому надо Тому Успех и придет Вот Кстати Рубашка И Блейзер Хорошо перекликаются Потому что И там И там есть полоска И выглядит это Гармонично И красиво Вот И здесь В то же время Здесь в то же время На удивление Тоже Комбинаторика Цветов Соблюдается Хотя Они вроде бы Все разные Но здесь По сути Играет Три цвета Это Черный Зеленый И серый Потому что Даже учитывая То что Серые цвета Различаются По оттенкам Из-за того Что они далеко Друг от друга Это не особо Заметно И поэтому Они выглядят Как единый Целый Окей Смотрим дальше Вот такой вот У нас мальчик Куда закрылся Дорогой Я не понимаю Куда И что ты мне Свои глазки Одни показываешь Типа Наверное Мне только На русских Нравится И на америкосах Когда они Делают так А здесь Как-то Выглядит Несексуально Ты будто бы Блин Испугался Либо Нашкодил Ну типа Реально В чем проблема Ну не стильная Фотка Да и Некачественная Какая-то Но ладно Суть не в этом Суть в том Что Лук Я должен оценить Вот эти вот Марти Носочек Что у тебя закатались Ты перед фоточкой Давай смотри Что у тебя там происходит На ногах Ну я не знаю Ну вообще неплохо Но опять же Вот этот вот джемпер Ты вот так Куда ты его натянул Ты же не взрывать пошел Да Как бы мои топы И мои оценки Просто бжинг Бжинг И пошел спокойно Да На прогулку Так Смотрим дальше Вот у нас парень Лайк на себя поставил Лицо скрывает А вот почему Кого стесняешься Я не знаю Что тут оценить Просто черный Хороший лук Вот Куртку бы поменял Взял бы куртку Какую-нибудь модную Взял бы какую-нибудь Не знаю Тогда Блин Дупленку Акнесс Добавил бы объема наверх Было бы хорошо Так все слишком просто И тупо Дальше смотрим Вот у нас Молодое поколение К нам подключается Очень молодое Юное Пипец Сколько лет Ну тебе Ну ты прям очень молодо Выглядишь Тут Расселся уже На ступеньках Ух Ну ты смотри Ты в общем-то Аккуратнее так садись Потому что у тебя Бручки подскочили И видна линия носка И вот этого Поэтому я бы на твоем месте Научился работать С фотошопом И опустил бы бручину Вот Когда я так фотоси У меня такие косяки Влазят Я фотошоплю их Вот так вот А так Ну слушайте Если дети Сейчас так одеваются То я рад Вот Потому что Я в школе Не одевался 16 лет Я только начал Что-то делать Мутить И И все Поэтому Если сейчас Дети в школе Будут одеваться так То И это моя заслуга То я Безумно рад Потому что Я что-то сделал И это значит Райно Что-то сделал И я не зря Вел свой блог Потому что Значит Даже дети Что-то Осмыслили И поняли Окей Ой Вот кто у нас тут Кого мне тут Скринануло Девчонка Даже не знает Кого Это Егор Зинкевич Хороший парень Честно говоря В Минске Тут живет Очень много Ребят из Минска Хороший парень Тоже с ним Хорошо общаемся Ну Егор Просто по дружбе Скажу тебе То что все классно Да Только у тебя тоже Вот это вот Кусочек ножки Видно Между носком Твоим И широченной Бручиной А ты же умеешь Фотошопить Все поэтому Ну что ж не зафотошопил А так выглядит классно Вот Мне нравится И как бы все Вот Правда на тебе Вот эта вот поясная сумка Это мужская Зара Или что Потому что на самом деле Эта сумка Это женская Александр Вэнг Ну ладно Окей Мирлюкса Мало кто знает Да Что откуда плагиатится Вот Но прям есть такая же женская Александр Вэнг Если Если так я бы увидел Я бы такой Типа Чего И он что Мужскую не смог купить А так круто Мне нравится Даже шляпка Вот эта Прикольно Хотя сейчас ты лысый Тебе идут Лысому шляпы Или нет Расскажи мне потом Дальше Вот такой вот Мальчик Кирилл Его зовут Ой Тоже крутой парень Тоже вроде Из Минска Очень модный Стильный Молодой Вроде бы Переписывались с ним Очень классно выглядит Реально Очень круто выглядит Мне прям Нравится Вот этот Гоша Рубчинский Тренч Бербери Вот эти вот Рекоманс кроссы Брюки Слушайте Вот это вот Прям отлично Если ребята Так одеваются В Минске То Минск Это офигенный город Потому что В Новосибирске Так почти никто не одевается Ну типа есть я Потому что я хочу На вас всех посмотреть Вы в Минске Офигенные Просто офигенные Это я знаю точно Окей Дальше Вот такой вот Молодой парень И я не могу понять Что это на тебе За боленсяга Трипал С Который не выглядит Как боленсяга Трипал С Очень странный Боленсяга Трипал С Потому что Мы такую расцветку Продавали Но я просто На них смотрю И я не понимаю Почему они не выглядят Как боленсяга Трипал С Ну окей Потом Мне не нравится Как на тебе Сидят брюки Такие моменты Нужно Фотошопить Потому что Что это за складки А не прям У тебя вот так Будто бы ты Вот это вот Я в виде брючную Ну ты понял Да Ну типа Это не прикольно Посмотри внимательно Да И вот на тебе Этот объемный Пухан Слушай Почему-то на тебе Он выглядит Не знаю Наверное Потому что Ты ребенок Не так Как надо Этот Уверсайз Выглядит Реально Будто бы Ты его с батей Взял Вот Мне нравится Лакированная Идея Но почему-то На тебе Не сидит Ну вот Бывает такое Просто не сяло И И все Окей Пошли дальше Интересное Как бы место Для фотосессии В туалете Вот Даже не знаю Как оценить Ну окей Ладно Предположим Я сказал Ты быстро Сфотался В туалете Отправил мне Но Что я могу сказать Я тут ничего Не могу оценить Потому что Я ничего не понимаю Я просто вижу То что выглядит Хорошо Стильно Но Это все Что я вижу Понимаешь Вот Мне нужно Лук-то Разглядеть А тут я просто Ничего не могу Разглядеть Подетально Какие брюки Там Кроссовки Только более Меня вижу Да Прикольно Это рыбать Если не ошибаюсь Да Вот Кайфовая Так Окей Дальше Мне нравится Мне здесь нравится То как ты взял Значит Вот этот Вот свое желтое поло И сочетаешь Это со шнурками Прикольно Интересно Реально Кайфово Вот Я бы так Наверное Делал Не с такими цветами Я бы так Наверное Взял бы Какое-нибудь Объемное Бордовое Да Я бы Наверное Взял Объемный Бордовый Свитшот Слегка Я бы его Заправил И Взял бы Какие-нибудь Огромные Милитарные Ботинки Типа Тимберлендов И Туда Какие-нибудь Бордовые Шнурки И не просто Бордовые Чтобы они были А были Такие То ли Рубчик То ли Клетку То ли Как это Называется Когда Ну короче В них Были черные Точки Да Я бы так Хотел Вот Себе Кайфово Конечно Мне нравится То что Джинсы Так сели Но Блин Походу Неплохо Но Когда Ноди Накаченные Мне нравится Мне нравится Когда Так Джинсы Сидят Потому что Ну типа Если бы Мои ноги Были накаченные Я бы тоже Этим Гордился Наверное Мне кажется Вот Но мне нравится Только тогда То что Тут у тебя На коленях Дырки Ну типа Зачем это К чему-то Сейчас Зачем тебе Лишние дыры И Ой Фух Последний Лук Наконец-то Спасибо Я надеюсь Если я на Часто снимал Ой А то У меня Выпуск должен быть Например На час И так 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 Я вижу Ньюбэлансы Джинсы И Короче Что мне тут нравится Мне нравится Как на тебе Как ты надел На себя Куртку Выглядит круто Стильно И все Ну Нет Вообще Все выглядит Просто Понятно Это опять же Если вы просто Парень Да Вот Мне кстати Здесь нравится Длина Денима Но Ты его подвернул На один раз Не знаю Я бы просто Наверное Его бы уже Не подворачивал Может быть бы Посильнее бы Оп Наверх бы Подтянул И Как-нибудь Там Присобачил бы Ремнем Вот Чтоб не свалился Вот А так реально Кайфово Типа Чего нет Ну не знаю Ну ясное дело Да Это не на Fashion Week Но такой Everyday стиль Когда у тебя Там H&M Под боком Да Есть один И все И ты хочешь просто Выглядеть нормально Адекватно То это прикольно Это выглядит вполне Прикольно И хорошо Так Насколько я наснимал Давайте мы с вами подумаем Я надеюсь Там есть час Если я не наснимал На час То я еще успею Вам доснять Правда Хорошее прощание Я надеюсь Да Вот Поэтому Ребят Слушайте Я с Новым годом Вас поздравил Скоро у меня Он у самого Начнется У меня там Просто Вот за стенами Идут на самом деле Если вы слышали Какие-то звуки Максимальные Сейчас приготовления Ну естественно Этим занимаюсь Не я Вот А тот Кто еще Потом будет Краситься И Вот Мне краситься Не надо Мне не нужно ничего делать Я буду пить И есть И заниматься Своей деятельностью Иной И на этом Ребят Я хочу с вами Попрощаться Надеюсь Новый год у вас Пройдет хорошо Прошлый Новый год Он Он был отличный У меня Я это помню И в принципе Весь прошедший год Для меня был очень продуктивный Как и каждый год И знаете На самом деле Все это зависит Только от вас Да Я могу вам желать Что угодно Но тут речь Идет о том Насколько вы Все воспринимаете К себе Близко И насколько вы Готовы наверное Работать Что-то делать В чем-то развиваться Чтобы получать Какую-то в итоге Отдачу Потому что только Когда вы много Чего-то делаете 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 Только тогда Вы в итоге Получаете отдачу И вдобавок Понимаете Вы это даже не замечаете Я серьезно Понимаете Я включаю Свои блоги Я понимаю Вот насколько быстро Все росло Я понимаю То что огромное количество Людей Которые для меня Когда-то были Вау Сейчас кто-то из них Это мои друзья Кто-то из них Мы там приятели Кто-то еще что-то Ну то есть понимаете Да Как это работает И Вы просто Визуализируете У себя Какую-то картину Которую вы хотите идти И грамотно Грамотно К ней идете И у вас все Со временем Получается Но естественно Во время этого пути Будут отсеиваться Различные позеры Которые к вам присасывались Различные Вот эти вот Пидовки Которые от вас Только получали 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 Которым вы По доброте душевной Давали 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 А они Понабрали слишком много И теперь этим гордятся Это не ценят И вы И вам лучше Просто реально уйти Вот Главное Самим уйти И сделать это вовремя Из жизни От этих людей Короче Ребят Давайте Всем удачи Всем хорошего настроения Хорошего 2019 года Я с вами Контента будет еще больше Контент будет еще круче Ну вы сами знаете Теперь у меня тут Свет дома Студия есть Болинсяга есть Тунайланд есть Есть реквизит для съемок Стараемся Растом Вместе с вами Вот Давайте всем пока Целую Обнимаю Ой Так